hi my students hello всем слушателям начинаем продолжать наше изучение в связи вот суббота и рождество сегодня 7 число января начинаем заповеди продолжать изучать мои грехи перед я перед богом изучать у вас ты грехов те то поэтому мне приходится свои грехи разбирать мы прошли заповеди 1 2 заповедь в прошлых лекциях 1 это касается надо чтить господа умом сначала а потом 2 заповедь касается чтить сердце сердцем и 3 заповедь касается чтить надо словом как она читается не возьмешь и имени господа бога твоего в суе то есть не произноси имени господа не поминай его в суе так своих мирских делах вот такая заповедь почитай бога словом дар слова отличает человека от животного нельзя использовать этот дар против бога вот это такое водное грехи против величия божие и достоинство свет святых здесь есть уже небольшая передержка она касается святые тут сопоставляется с богом в общем не сопоставимые вещи где бог где так называемые святые кто они святы кто их назначал мы видим что святого можно назначить ну по решению какого-то конклава земного ну и самозванца святые тоже бывают иконы бывают ложные святые мироточений там и так далее всякие махинации но мы в кино то помним праздник святого и оргена здесь ютьюбе есть там все рассказано праздник святого и оргена вся эта технология когда вот так называемые святые они к богу прилагается ну здесь надо заметить что никто не свят кроме бога а у нас же ведь каждый батюшка святой а еще святейший есть патриарх святейший называется ну хорошо я тоже хочу быть святейшим золотую резу я денусь золотой крест на пузо повешу буду ездить на мерседесе мимо толпы нищего народа у меня будет дача в крыму я буду торговать нефтью табаком вином беспошлино и везде у меня будут дачки квартирки там дом на набережной я освою там соседями пересужусь всеми часы у меня будут бригет как в зеркале отражаться и так далее я буду святейший правильно да и мы будем уходить его сейчас уходим ему ручку целуем святейшему то ручка то у него в чем она в каком дерьме то это ручка то преступная ну здесь вот такая передержка но будем считать что они все-таки святые у нас раз у нас бабушки то любят их неграмотный народ это клюет на это дело подвергается легко этому нейролигуистическому программированию будем считать что они тоже у нас святые мы против них решить не должны вот богохульство отверзи уста свое на хуление к богу хулить ими его и живущие на небесах дивен бог во всех святых своих ну конечно богу то хулить не он не может быть похулим как говорится бог по ругаем не бывает как бы ты не смейся он всегда все благой все довольны и от нас не зависит как говорится мы от него зависим ну а вот кто хулит тот действительно тот может считать что атеист эти люди делятся как они вот кто библия составлял они делятся на два лагеря это фарисеи саддукеи фарисея не верят в бога но в какого бога который вот золотые кресты вешает на пузо и разрешает торговать вот этими в церквях торговлю вот они в этого бога верят у нас же сейчас церковь такой такой рпц вот храм рпц это же как говорится поток осцепления капиталов там происходит торговля массовой торговли и кто же место храм это есть место стрижки овец православных откровенно нас называют мы овца не пастыри мы приходим туда стричься то есть вот денежку туда несет вот такие дела но это отвлечение что бог по ругаем не бывает вот апостол но современные служители церкви сами причислили себя к святым и запрещаясь обличать их в их них звериных повадках педофилии педрастии стяжательстве махинации вот этих цыганщине этой оболванивали людей они нас нельзя ругать мы же святые все а вон он священник это грязовский то это грозовский как его сколько он девочек то и развратил а сколько у нас таких грязовских в рпц все газеты забиты этими случаями каждый день ловит священника педофила и гомосексуалисты и так далее так далее растлителя ну а пьяница ходит там повально это дело но не святые мужиков святые моря свадили все значит все знаете вот ручку целуйте чего там ходите вот это называется вот здесь такая разница но нам если мы будем обличать это уже будет оскорбление чувств верующих то есть это обличение если мы будем обличать вот этих вот как лео таксиль делает в книге если лео таксиль он прекрасно описывает ну и многие другие там и раз вратадамский и все другие писатели вот вплоть до солтокова щедрина и так далее и до пушкина кстати говоря который гений многих народов считается но мы конечно не будем кулить своего бога то но в то же время надо немножко дистанцироваться особенно сейчас когда мы видим полное разложение и слияние вот этих вот двух церквей когда экуменизм вот этот развивается и все это вот так перемешалось службу и там происходит служба сатане далее мы начинаем играть уже в бога вот я предположим президент что как я должен поступать вот сейчас рождество вчера была служба ночью все если я президенту и хочу себе показать хорошо куда я должен поехать я должен поехать к рыбакам первое то кто это поехал к рыбакам иисус христос вот видите вот евангелие первые встретили его рыбаки и андрей первозванный застал его у рыбаков и вот уже вторую я как президент езжу туда вот к этим рыбакам под не по великий новгород самой старой церкви значит я хочу тем самым показать что я уже на уровне где-то иисуса христа нахожусь помазанник и божий тем более со всех сторон меня поднимает как га на лопате меня окружили культом личности и мировая пресса и все я же заслужил я же отстегиваю я посылаю деньги то везде это в америку посылаю в европу посылаю во все страны я рассылаю деньги то то есть я свое место заслужил уже могу претендовать на уровень вот от самого иисуса христа вот оно что мы как себя развращаем и как мы начинаем дурить народ показываемся среди рыбаков вот так вот ну это мои грехи я себя за президентом выдаю с чем я лучше то я не лучше его вот так вот умышленные хула первый хулитель то был дьявол он конечно бог это похулил от него отошел и еще одну треть ангелы с собой прохватил и на небе получилась война вот и не извернут был с неба этот вот дьявол сюда на землю собственно здесь и команды это нами дураками вот он уже как он представляется себя иисусом христом во всех ручки нам подается уйти ребята все я поехал а вы тут денег нет но вы держитесь ребят все но этого дьявол богохульник опасен для государства ну конечно это опасен если я леутоксиль обличает если ленин обличал а ленин кстати говоря имел право обличать потому что он знал эту у него на пятерку была религия сдана и он входил в группу общество как говорится орден сергей радонежского старейший орден на россии было вот это общество сергей радонежского то есть он непосторонний человек был к религии ленин ну вот его там патриарх тихона с говном его смешал и и так далее и мы сейчас вот ленин безбожник там уничтожал попов а средние века что они делали какая инквизиция была кого они читали народ подряд всех кто не нравится кто не понравился кто не отстегивал вот так вот а когда за них взялись законным судом они взвыли это как же мы святые все и все сейчас в это новому ученики бесконечно нас это там бутовы и так далее а что там из них 99 процентов преступников вот типа вот этого грозовского-то раститель это 90 процентов там из них такие мы на это обращать внимание не обращая внимание вот так вот и я считаю что ленин ты не был как раз богохульником вот апостол павел тоже считал себя богохульником когда вот гнал христиан вот это мы рассмотрели это богохульство тяжелейший грех это все ну мой как мух от котлет отделяем то есть мой вот эту божью котлетку мы ее как говорится не трогаем а мух вот этих в рясах мы их грозовских этих в сторонку от святых и святые не должны их мы даже и считать их святыми а просто преступниками обыкновенными уголовниками вот они грызовские эти раститель спекулянты и стяжатели вымогатели и так далее вот другой греху у меня какой вот это у меня было богохульство я тут не отрицая в этом отношении я этого бога их него с хвостатого не признаю которому служат тот час и гундяев с папой римским они хвостатому служат у них там в подвале в этом оборудована уже церковь то сатаны в подвале ватикане то есть вот это церковь вот туда же присоединился гундяев вот вот эту богу конечно это тут грех не грех мы не признаем ропот на бога ну в горе вот зачем я родился на этом свете вот у меня все плохо не знаю куда себя приткнуть все кругом как говорится не срастается и вот как бы вроде бог виноват что он меня сюда сунул вроде не я виноват а бог это тоже конечно нехорошо или вот иногда вот допустим у кого мамаша раньше представится вот зачем ты эту мать отнял от детей вот мы ропщим или вот зачем вот война в сирии вот зачем мы в сирии войну ведем и так далее ропот тоже зачем вот посадили на самолет на этот вот вот уже в общем как бог допустил что столько ансамбль целый александрова то мы плачем и можем роптать на бога мол бог ты просмотрел все это но просто не знаем этого всего хозяйства божьего и смотрим только по видимости всего бытия а видим мы не все какой-то только узкий диапазон спектра все мы не видим поэтому вот ропщим иногда это и это грех и и верующие иногда тоже вот мать 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 боже зачем ты меня оставила никто никого не оставил просто мы сами не обращаемся мы не звоним это если мы не наберем там 112 никто к нам не приедет нас спасать а мы уже когда уже все предварительно не помолишь вот из дома выходишь это чтобы с тобой ничего не произошло и из точки а в точку бы выходишь за две за порог то переступил и тоже надо уже помолиться отрицаясь от сатаны всех дел его и прилагаясь царстве небесному к отцу сына пресвятой троице так вот настоящий то не то чтобы мы прёмся там на обувь это нажимаем на газ и вперед и повесим иконы на машину тому это все думаю что вот раз мы иконы повесили они молимся мы не обращаемся сами то приехал вдруг в точку б там мир дома сему чтобы там с тобой ничего не произошло и вот так вот постоянно надо поддерживать контакты и молитвенно мой сын обращаться тогда не будет вот тогда ах вот зачем ты матерь божия меня стал а так ты же сам не обращался вот а надо было благо мне смирил меня господь слава богу вот кощунство еще тоже вот у меня грех такой есть в нем нет ненависти но над богом и святыми мы как бы подшучиваем подсмеиваемся ну особо мы не были иногда то вот праздник святого оригена таки но это тоже шутка это юмор это сатира так же как у свифта или корабле или разум роттердамский так далее вот это считается кощунство а с другой стороны пишется в евангелии что надо обличать то есть каждое твое слово должно быть соленым должно присаливать эти грехи то обращать и в то же время если ты не обличаешь тебе же потом бог может наказать вместе с тем вот братом который уклонился который действует не так вот сейчас же многие священники гудяева считают что он он уже перестал быть патриархом они его просят обратиться письмами к нему завалили покайся мол пройди эпитимию покайся в грехах и не есть больше к этому папе римскому то вот не не устраивай вот этот бардак то в церкви то как они с алфеем тут что творят то извращает все учение церковное нарушает все семь вселенских соборов то вот все за решения соборов они нарушают ну когда вот это обличают священники но их же никто не слушать они имеют они имеют право это кощунству нельзя отнести так считаю это обличение вот любим говорит текстами и из и старославянскими словами в компании на смех поднимать вот допустим выступает с майскими указами у нас президента мы ему смеемся по телевизору тут смотрим на него и смешно нам глаз вопиющего в пустыне вроде хорошо говорит но мы применяем здесь цитату из священного писания но под смех как говорится применяя конкретно мирскому человеку яска мирскому до ударение на у не на первый слуг пока вот любим говорить вот этими до приводить цитаты конкретно по житейским смыслом а то вроде и шутку и вот смотришь литературу у нас слово бог с маленькой буквы не прописная со строчной буквой пишется это же тоже грех но это на самом деле грех бог он один он должен быть большой буквы написан то вот даже в литературе вот смотрите у нас есть такие вообще извращения и мы все это смотрим кино ах какой шедевр это мастера маргарита а это сплошное кощунство то есть он вот так вот в писании там перевернул все извратил и это как шедевр преподносим это же самое настоящее кощунство и и вот тоже кощунство считает когда ты проповедь читаешь я допустим священник вот я прочитал проповедь а потом пошел и совершая противоправное действие сбиваю на машине сколько уже сбито священниками народу то в пьяном виде причастился поехал сбил пару рабочих там тройку или там еще там прохожих много на сбивал это же сплошь и рядом у нас это в тоже кощунство то есть ты произносишь слова а сам действует по-другому или пошел ты за границу закупил винич а здесь его по спекулятивным ценам в храме продаешь это кощунство самое настоящее мало того что спекуляции этот плюс еще ты издеваешься над словами божьими что храм это дом молитвы наречится а ты там торговлю открыл ну как со мной поступать в этом случае это кощунство в этом есть вот я уже говорил что это уже храмы рпц стали место как говорится взаимосцепление этих валют торговли и место стрижки овец и в пьяном виде крестят детей это зачастую вот в любую церковь зайти они все особенно в деревенскую веселое дело а петр первый чем занимался он рядился в церковной одежде и со смеха там и тоже в подпитии совершал службы заставлял монахов там это бороды им стриг и совершал противоправные действия кощунство представление устраивал дальше вот вот что делаем обращаем свою пользу некоторые слова писания то есть если допустим не по шерсти это значит мы в свою пользу если не по шерсти иерархом то этому в свою пользу так совсем по-своему перелога это ну это у нас сплошь и рядом вот книжки продаются там вся книжная лавка это церковная она забита толкованиями евангелия так там что в этих толкованиях это жуть каждый кто во что горасы толкует по-своему эти евангелии даже взять евангелие все вот так вот перевод особенно касается библии ветхого завета так там такое накручено что я понимаю вот этих хабаровских юристов или там на дальнем востоке кто вот недавно они запретили библии ветхий завет как экстремистская книга там жуть что написано а ты мне богу что там творится там фашистской идеологии самый настоящий в этом ветхом завете накручено и правильно они сделали вот эти юристы суд хабаровские запретили это ветхий завет издавать на своей территории это бы надо сделать и по по всей стране вот она более нейтральный вот это вот евангелий да это новый завет а старый завет это уже у нас он касается только израиля и он еще они его не исполнили этот старый завет по отношению к нему он не исполнил потому что они не приняли христа то есть они еще должны по вот этому вот фашистскому своему закону жить пока он для них не исполнится до точки как сказано в евангелии вот это вот называется все относится к кощунству и мало того что кощунство тоже взять разные издания этой же библии там все по-разному написано а сколько там ошибок тоже кощунство даже грамматическая чтобы запятая не поставлен буква другая поставлю тоже кощунство а это сплошь и рядом вот пожалуйста в этом евангелии сколько нашел ошибок то пока почитал это все как говорится моя шуя же когда учился тоже в школе то делал ошибки вот они эти вот ошибки в мире здесь вот они вернулись ко мне вот это целый это список опечаток в конце сделал так все действительно дальше мы начинаем повторять жестикуляцию со столом сидим выпиваем повторяем жесты попов нас насмешками пародируем целую службу и дети принимают в этом участие поем церковные песни в перемешку с частушками с этими с матерными частушками поют только для испытаний голоса но это раньше особенно так когда голоса то были сейчас в основном безголосые вот эти поют кобзоны у них голос то как из бочки из пустой а раньше пели действительно певцы вот типа шаляпина он стакан огранен или там петров был или там певцы какие они стакан ограненные раскалывали ну и тонкий стакан хрустальные бокалы раскалывали голосом то есть подбирали частоту своим голосом вибрация стакан раскалывается хрустальная рюмка чашка вот для испытаний вот они это в церкви проводили это тоже считается кощунство ну вот своим видом вот стоим на службе смехаемся что еще священников передразнивым ну и целую оперу есть даже целая опера она называется зора и вот эта сплошная комедия сплошная пародия на на церковную службу зачем трогаете священников кощунников тут же постигает кара то есть не трогайте вот эту угрозу скота не надо его пародировать вот угрозовский он хоть в тюрьме сидит но он все-таки святой человек наш человек это как говорится подлец но это наш лубянский подлеца он неприкасаемый вот так это кощунство если моего почему-нибудь заденем юмором но это это к слову как говорится вот я и говорю что вот василий блаженный да тут в отношении василий блаженного тоже и некоторые старцы тоже проходили через деревню над ними смеялись детишки ну старец он конечно по старому писанию то мы читаем что было старец проклял этих детишек ну ведь оказывается как он может детишек проклянуть и выбежал из леса медведица и загрызла этих детишек о наказание какое-то ну это ветхий завет он такой суровенький полуфашистский как говорится ветхий завет ну и вот кощунство приводится это уже на моем как говорится опыте знаю что было такое стояние зоины когда собралась компания в городке ну девушки с парнями одной девушки у зои не пришел парень то все танцуют а она одна но чтобы одной не танцевать она взяла икону сняла ник никола угодника и началась не танцевать танго и тут же она деревенела вот когда она одеревенела то вот этот момент но я в работал в одном институте ко мне подошел представители кгб и что такое но я занимался примерно такими вопросами вот и он не спросил а что это может быть вот человек одеревенел говорит девушка это 9 одеревенела и даже невозможно туда шприц и это лекарство вести невозможно воскнуть иглу то есть она стала как железная каменная и неподвижная вот так вроде теплая не холодная не не мертвая а стоит с этой сукона и все и вот значит она простояла так долго уже не знали уже там обкововские то все горкомовские позвонили уже туда в этом в кгб из кгб приехали старшие уже офицеры и начали разбираться собрали консилиум ничего не могут сделать а тут как раз вот подсказал там им один близкий к этому надо какого-то священника позвать они как раз отпустили вот священника из тюрьмы был в лагерях тяпочкин такой он сейчас относится к место чтим святым священник это тяпочкин приехал он начал читать молитву но я читал ее в общем она зашевелилась и правда сил у нее больше не было она легла и рассказывал что с происходило что птички вокруг нее летали кормили ее эти птички вот эти несколько дней пока она стояла но это все реальный была история потому что у меня с таким вопросом тоже пристали думали что я вот какой-то рецепт скажу по вот этому что это такое можно за физически так но поскольку нам преподавали эти вещи то думали что может быть я им отвечу я сказал что это все каталепсия такая просто но не знал еще в чем дело когда прочитал уже потом воспоминания этого тяпочкина то я понял что именно вот к этому случаю меня вот этот майор то с кгб и спрашивал что это может быть вот это кощунство то есть она была наказана это было реальное кощунство по отношению к святому действительно санта николаусу знает весь мир он помогает не только там православным левославным католикам мормонам мусульманам и так далее всем религиям он помогает его знают все во всем мире особенно кто на водах на морях вот это явное кощунство здесь тут спору нет при применении божественного и священного к предметам или действиям явно греховным ну вот допустим на западе у них во всех борделях там этот крест над кроватьями при с распятием прикол но это явно богохульство и все такое и или вот в литературе там или мы вот в письмах обращаемся к любовнице и пишем ей ангел мой это тоже кощунство это как бы мы человека возвышаем уже до ангела и это уже считается кощунство по отношению к этим к нашим ангелам-хранителям и мы еще вплетаем мирские песни имена святых вот какие частушки там матерные все и мы там имена святых вот подставляем и за это конечно получается наказание умолчание кощунстве или одобрение его одобрение этого кощунства вот если мы в интернете видим явное кощунство это мы должны забанить этого человека видим что это кощунство издевается смеется над чувством действительно есть закон на чувство верующих на самом деле верующих это между нами я секрет вам выдаю в евангелии написано что что значит верующий человек вот имею ли я веру вот хотя бы с горчичное зерно если бы я такую имел веру как хотя бы с горчичное зерно величиной то я бы вот сейчас сказал вот дерево передвинься вот с этого места вот на сто метров допустим туда или сказал бы вот гора арарата на армянской территории передвись и это бы произошло вот чем дело так написано в евангелии вот далеко ходить не надо в этом евангелии написано то есть и если человек верующий тон горы передвигает исцеляет на раз отпускает как говорится молится у бога отпускается грехи и оживляет мертвых вот это вот это верующий человек а кого мы сейчас можем назвать мы знаем такого человека может он где-то в подполье где-то в церкви в катакомбах сидит но мы его не не знаем такого человека патриарх он никого не оживил или какой-нибудь там вот монах там вот он говорит монах какой-то святой к нему все ездят исцеляться ну или там какой-то герман он с больной головы только на здоровые цыганщины занимается и все никого не исцелил никого не оживил никогда ну чисто шарлатанство вот это что касается веры а верующий он действительно город перед может горы передвигать вера настоящая поэтому вот мы значит должны конечно мы в интернете придерживаться кощунников этих всех забанивать и не одобрять то есть лайки им то не ставить лайки вот о клятвах вот мы присягаем присяга это считается принятие присяги без страха божия нельзя именем бога клясться то есть ну вообще-то апостол ты пишешь что не клянитесь ничем вообще а у нас вот все мы клянемся ох да я это мамой клянусь вот особенно любит грузины этим вот это или там армяне наши братья а это вот я мамой кляну что-то да что ты это это же нельзя делать это кощунство самое настоящее по отношению к матери самой матери святой или там хлебом клянусь святым таким или но это нельзя делать это вообще это неизвестное дело вот апостол пишет не клянись вообще до другой стороны вот клятва офицера члена кпсс клятва вот что гарант конституции когда клянется на конституции что он будет это ее гарантом но это он и не выполняет это надо выполнять со страхом божьим и вот написано же в псалме то давид пишет что кто достоин царства небесного тот кто клянется хотя бы злому но не изменяет вот поклялся я этого президента но он мне не нравится и никому не нравится но я должен его майский указ выполнять а если я не выполняю а ему поклялся значит я вот это это со своей стороны нарушение клятвы это грех присяга выше клятвы она есть священно действие присяга а воины присягают там пионеры вот на красной площади зюганов принимает их не присягу комсомольцы коммунисты все присягали несмотря на мнение большинства подавляющее большинство народа мы закрыли это ссср мы закрыли как амбарным замком и распустили всех все вот это вот нарушение это клятва это то есть это грех очень большой клятва преступления клятва и присяга сами в себе не устрашай себя чтобы не уклониться от присяги или клятвы ну допустим я вот солдат но я как-то вот то в госпиталь стараюсь попасть чтобы на присягу на клятву не попасть или там я это уклоняюсь всячески под всеми предлогами чтобы не клясться вдруг поклянусь а потом там что-то будет но этого делать тоже нельзя или двоедушие или лукавая присяга толкует ее по-своему как как беспутники либерасты вот эти делают у нас одни эту присягу ну вот это уже в ссср а мы сейчас другое название государству дали все это уже для нас присяга ничего не день не работает а мне это так не получится это мухлёж называется этот мухлёж не пройдет перед богом там может быть вот бабушку какую дурить или меня вот это можно одурить а уже во всевышнего не одуришь пожалуйста вот тут пишется нельзя двоедушные клятва ложная присяга перед лжесвидетельством но это в суде вот мы присягаем там суде вот ленемся что говорить правду а то статья есть за ложные свидетельства ну и за это получается осуждается человек невиновный за это вот за нарушение клятвы семилетние пять ими полагается это общественный грех перед всем государством перед всем народом ну вот есть еще упорное выполнение неразумной или же данные клятва на злодеяние вот я допустим да я там мамой клянусь я этого немцова застрелю прямо на мосту на этом застрелю вот поклялся человек и застрелил ну почему потому что он обиделся немцов там его каким-то словами обидел это лично кого-то его или его друга задел значит надо было поклясться и выполнить вот эту злобную свою и вот такую сделать себе же козью морду для себя же то есть не только перед уголовным кодексом согрешено еще и под всевышним или вот пример старинный пример как ирод помните у ирода там очень девчонка хорошо плясала на столе там они пировали и на столе голенькая девочка красивый там пляшет он вот но исполни еще чего-нибудь она говорит а чего ты мне за это дашь а чего ты запросишь он говорит ирод то она говорит вот голову я на крестителя давай он все только пляши давай пляши тряси так своими подвесками и его так и произошло одно он же это выполнил вот эту свою клятву то в принципе да и в общем то давид вот был давид клялся убить но был удержан саул клялся убить тоже виновного но без вины как говорится виновным оказался и сын его сам и вот сына это оградил народ от этой казни несправедливый ну и можно сказать что апостол петр он вообще три же три же петух прокричал и петр три раза трюкся от христа он это заранее знал занятия себя разными неблагополучиями вот клянуться своей головой руками и так далее так далее но у нас вот тоже вот клялся был такой президент дураковатый ельцин откровенно дураковатый и он там что-то да вот жкх больше не поднимется не на процент я кладу голову на рельсы этого не будет я положу голову на рельсы чтобы мне голову отрезал пояс но но этого нибудь бах опять это случается и он не кладет вот это вот это называется башба вот такая вот клятва неразумная вот о башбе башба без нужды или просто в разговорах ну вот вот мы все час богом клянусь и богу бог свидетель поверь богу ну это вот когда мы в разговорах вот этих это все вообще сплошный грех конечно к своим этим делам грехом богоизбранные говорят да да нет нет а остальное все от лукава башба во время игр в карты шахматы и другие в театральных постановках башба вот в торговле бывает тоже цель обмануть покупателя сбыть товар подороже свой товар ну если бы он божился еще как говорится чтобы дешевле продать но божиться и и дальше и дальше снижать цену принуждение другого то есть божиться и дальше еще снижать вот я его богом клянусь не могу это будет продать дешевле а потом снижает все равно это двойной грех принуждение к другого к божбе или даже к частой присяги ну давай богом поклянись там или чем поклянись богом да вот или допустим сними образ поцелуй или вот поцелуй крест вот это да побожись божба помимо имени бога ну вот всякими честью рыцарской шпагой там и так далее раньше офицера там честь клянусь честью и так далее так далее это все грех не клянись ни небом ни землею ни иное клятвою как говорится в писании чем клянуться то и получают ну многие там деньгами церковными этими землями и так далее клянуться своей честью это бесчестные так говорят или свидетельство о себе божьей матерью или какой-либо каким-либо из святых то есть вот порук да будет мне порукой матерь божия ручаясь вот за это чудотворцем николай годником ручаясь вот вот такие грехи об обетах тоже вот обеты мы даем не сохраняя обетов крещение и присоединиться православной церкви то есть если я допустим обещался креститься я обет взял креститься но не крещусь или там кого-то запрещаю кому-то креститься это тоже будет у меня грех вот взять пример правильного обета воин был такой у нас советском союзе звали его из фамилия его была из веков во время боев великой отечественной войны будучи в тяжелом бою он поклялся что если он в этом бою выживет страшнейшей битве в этой чуть не на курской дуге и он поклялся что война кончится и он целиком посвятить себя богу пойдет монастырь монах трудиться для бога ну вот он и выполнил свою обету и его в дальнейшем он стал патриархом кименом последним говорится и испорядочных патриархов которые свой обед выполнили но дальше пошли неизвестно кто дрозды там эти михалычи и так далее с погонялами вот путешественник федор конюхов нам известный путешественник он тоже страшные вещи или делает совершает страшные опасные для жизни путешествия которых он может погибнуть любой момент но он перед каждым путешествием дает обед хотя бы часовенку но вот на это а те средства которые получит от этого вояжа построить хотя бы часовенку он является сейчас священнослужителем хотя как говорится по психоматрице ему не надо быть священнослужителем но неважно а во всяком случае часовенку тоже вот сергию посадин у него есть часовенка и в других местах он уже выполняет свой обет надо сказать вот это правильный обет по силам по своим и мы тоже вот студенты ну тоже вот сдадим экзамен хоть пойдем хоть по свечке поставим церковь там за свое здравие то чтобы за успех это свои там татьяне мученица татьяне которая покровительница студентов татьянин день вот такое дело то есть вот и про крещение до крещение как бы человек под влиянием дьявола находится но с точки зрения этой книги которую я же все помню не от себя тянут вот из этой книги который до революции это репринтное издание для мирян вот это нравственное богословие до крещение вроде бы как дьявол живет внутри него после крещения это крещение это счастье для человека это вот в этой книге дальше я пошел крестить там двух людей мы пошли крестить в церковь ну крестили крестили и батюшка в конце толкает речь обращение проповедь и вот в этой проповеди он говорит совершенно противоположное тому что вот в этой нравственном богословии написано он дословно говорит цитирую крещение ничто надо делать добрые дела вот так вот так вот то есть произвол полный то есть диаметрально контрарные высказывания логики никакой то есть до того как ты вот крестился крещение это все потому что мы пришли там сумму определенную заплатили под это делать оно там сейчас не дешево это крестить а когда мы уже это заплатили уже мы покрестились это это оказалось мало это ничто это не что надо еще добрые дела делать вот так вот ну а что подразумевается под добрыми делами он конечно нам не разъяснил но мы должны сами понимать там нищим подавать свечки опять ставить и дальше другие таинства проходить таким образом с одной стороны крещение счастье человека к другой стороны это ничто ну то что крещение это большое дело это по себе знаю потому что мне бабушка меня крестила носила крещить зимой почти и маленький сильно орал после горит после того как тебя покрестили тихо спокойно спала и все нормализовалась то есть сам обряд он положительный нельзя его назвать ничем вот это крещение то есть наоборот польза нарушение обетов монашества это обман бога вот но не иногда некоторые настоятели некоторых монахов посылает все-таки в мир обратно и тут не только вот за нарушение обеда но и соблазн для мирян то есть мирян нам показываешь но сейчас то что они показывает мирянам это это вот эти вот нарушения обетов по сравнении с этими делами нечестивого растления детей там малолетних это мы не будем об этом говорить этим монахи чем занимается в основном еще и деньги собирают чемоданами на исповедует ходил исповедоваться батюшку поставил дипломат рядышков не знаю с какой целью что-то может он в дипломатии что это монахи в дипломатах носят вот значит зафей вот библейский этот евангельский зафей он пообещал одну вторую своего имущества отдать ни с чем обещание обещал иисус христу и выполнил ну вот другие обещания там дают не есть мясной пищи и так далее и так далее но это все обеты такие неправильные бывают обеты обещать то вот невыполнимые но это я про ельц наговорил что голову на рельсы если это не будет то я положу голову на рельсы это кстати и чубайс так тоже говорил он когда вот два нам две волги то обещал он нам каждому по две волги ну вот тоже клялся чем-то не от сердца чистое призывание имя частое призывание имени божие или святых вот даже вот эти иностранцы о май гаш вместо него год год они говорят о май гаш ах боже мой мы говорим что это господи и вот в разговоре у нас идет постоянно а во фильмах у нас все наоборот идет черт опоминает черт возьми да черт побери да это фильмы черт побери сам черт ногу голову сломит тысячи чертей пошел к черту это у нас сплошняком а это грех все не почти бога не чтим словом в евангелии имя имя дьявола слово дьявол вот или там другой его синоним встречается только 20 раз в самом евангелии но там не обойтись потому что нужно показать примеры следующий грех называть животных именами человека то есть именами аналогичного именам святых вот кот василий а у нас святитель василий великий или коша машка кошка там а мария тоже оскорбление кощунство или допустим выбор имена ребенка по одному лишь звуку там и созвучий или красивому какому-то обороту букв как вот у нас тут назвали человек человек бочь номер такой-то и номер дальше идет биологический объект человек бочь назвали так ребенка в метрике но пока это еще вот закон то не вышел что об уминах сейчас хотят сделать это ясно что надо отродился человеку там какие-то святые в этот день отмечаются на каждый день есть какие-то святые или если вы этим именем не хотите то когда крестите в этот день тоже какие-то святые упоминаются в церкви из этих святых можно выбрать ими это будет удачно но там есть еще ряд таких основанных на эмпирическим путем вот допустим имя николая но не все она чаще всего неблагополучная редко бывает николай успешной жизни них что-нибудь у них да не так у этих николая другие имена тоже имеют какой-то называть особенно связано с какими-то обстоятельствами что это чисто эмпирически нельзя называть не будет несоответствие то есть имени будет несоответствие имени и дате рождения это тоже нельзя там имеется какой-то пифагорейские пифагорейский код вот этого имени он должен совпадать где-то с с рождением он дополнять должен код рождения дату человека есть целая теория пифагорейская по этому поводу но она называется номерологии но в принципе раньше до номерологии она была это пифагорейская теория известно что пифагор он оцифровал все в принципе старался все оцифровать но мы феноменологии здесь разбирали пифагора это так вот относительно имен надо очень строго к этому подходить со всех точек зрения относительно ревности к славе божией вот рассказ о ложных боговедениях ну это часто у нас вот для того чтобы завлечь куда-то на территорию вот говорят вот здесь мы видели стоял святой вот в этой церкви в этом месте видели видение там ангела или это вот видели чтобы привлечь народ туда ну как раньше там привидениями хвастались также сказки против сказок вот здесь выступается но здесь я в общем то не согласен потому что в сказках концентрированно выражается многовековой опыт а здесь есть тенденция этот опыт вековой затереть и вместо него подставить вот эту краткая выжимку из своих как говорится узколобых извилин заменить вот этот опыт местный опыт как вот у нас гундяев любит говорить что кто такие были язычники это же варвары дикие люди поравни со скотами это он затирает эту культуру но чем собственно православие занимался оно от начала крещения то вот владимир то этот богомерзкий то которого святым объявили он же там две трети населения уничтожил идолы вместе с идолами деревянными то все это культуру затер вот он до этого которая была прежде но этим сейчас занимается в сирии благополучно смотрите как дружно первое дело они все библиотеки зачистили сразу пришел спецназ сша там все музеи библиотеки все оттуда вывезли все самое ценное а уже остатки эти пальмеры там они просто взорвали там это и все это то есть древнюю вот эту вот культуру надо было зачистить чтобы новые вот это вот новые идеологии зачистить для новой религии основу для мировой вот этой новой религии вот памятники бомиана помните огромные скульптуры взорвали из орудий расстреливали это древнейшие из скалы вырубленные скульптуры ну это во многих местах это все делалось также в библиотеке были эти таблички уничтожены в Египте много наворочено там мало чего осталось ну и взять вот наш вот Эрмитаж это банда Петровских вот это они наследственная банда международная она же очистила фактически Эрмитаж там уже ничего подлинного нету фактически там уже одни подделки никто это не разбирался потому что это все в больших кругах это все поддерживается ведь разворовка Эрмитажа началась начиная с Ленина а потом при Сталине меняли там на на портянки на эти на английские чтобы власть свою держать уже от Эрмитажа там ничего не осталось от подлинной этой культуры одни подделки и суррогаты ну и вообще мало там придешь это даже в семидесятых годах в Эрмитаже был в начале семидесятых годов и вот в этом уже в двадцать первом веке тридцать пять лет сорок лет почти прошло но это небо и земля там не Эрмитаж там пустыня по сравнению с то что было уже в семьдесят втором году там сейчас контроль никого нет уже выносит все там почистую выносит просто оттуда и торгуют хорошо торгуют торговлю налажен ну это вот относительно вот этих вот сказки сказки сказываются лжецы нет не лжецы это история народа сказка ложная в них намек а вот эти вот церковники ложные церковники надо сказать вот сюда вписали в эту книгу в Евангелии этого нету что сказки вот это про сказки не сказаны они уже от себя тянув порют ну расславление ложных икон чудотворными ой мироточит ой чудотворные ну давайте сбегайтесь все начинайте ее целовать ну что произошло в Москве была одно время позапрошлом веке в Москве моровая язва и во время этой язвы какой-то масон видать он предложил икону вот эту надо прославить и все ломанулись туда ее целовать эту икону ну что там было то ясное дело ну как к иконам надо относиться сказки а вот икона значит рассадник заразы оказалось отказ вот поэтому вот сейчас иконы вот все в церкви ходят бабушки и протирают специальным раствором там даже эти стеклышки все потому что знают что икона то она не чудотворная надо от микробов ее почистить народ приходит прикладывается отказ отказ содействия пособия по делу по обращению наверца или раскольника вот мы там хотим какого-то раскольника и наверца обратить значит надо батюшка пришел сказал вот надо обратить этого товарища все надо отстегнуть непринятие в миссионерском да непринятие участия в миссионерском обществе или христианском братстве вот я например в братстве не состою это уже грех а вот Ленин Владимир Ильич он состоял в братстве во имя Сергия Радонежского то есть он здесь не грешил вот так вот так прямое противопоставление крещению противодействие крещению или иной миссии но здесь много грехов и укрывательства язычников и непротивление наверцам в их деяниях отговор креститься и много-много всего я не буду даже это все перечислять ну и отказ быть восприемником кого-либо от купели то есть это то есть свидетелем про крещение крестным отцом или крестной матерью отказаться нельзя вот теперь перейдем о прославлении имени Божия в службах церковных ну ну вот мы в храм допустим ходим сейчас в храм как говорится ну что ходить это все равно что супермаркет там уже стало неинтересно ходить но раньше было допустим когда интересно вот при пимене допустим было интересно ходить сам пимен служил это было прекрасно там стоять ну вот мы возмущаемся духом перед походом в храм ну там начинаем ругаться с кем это все надо мирно идти в храм не ругаться до службы и после службы не болтать гордое вхождение и нисхождение в церковь ну нос задрали пошли вот мы какие вот мы ж там все мы же пришли тут нос задрали и стоим на службе свечку держим поздний приход и до окончания службы вхождение и выхождение из храма праздные разговоры в храме или в церкви во время службы вот переходить с места на место смеются кашляют там бабушки ходят со злыми глазами на тебя как это НКВДшник смотрят а ты это юбку надень а ты в брюках женщина там юбку надень а ты не тут стоишь там и не то что ты ноги скрестил сидишь тоже нельзя скучающий на службу внимание ну мол пришел на службу отдохнуть это вздремнуть еще прийти свой стульчик расставить раскладной стульчик и вздремнуть тоже нельзя надо службу слушать ну или начинаем мы наоборот так активно участвуем в службе что начинаем там батюшкам подпевать начинаем ну вот я тоже это я все грешный человек так мне нравилось пение что я же сам подпевал а это нельзя какой из меня певец то так ну вот в шестом соборе что говорили в шестом церковном соборе желаем чтобы приходящие в церковь для пения не вынуждали из себя неестественного крика это у нас сейчас вот когда вот службу ведут там дьяконы как начинают орать вот у них орать такой они называются орали они начинают орать орать орут вот это вот против третьей заповеди прошли вот такой талмуд и нам осталось еще семь вот таким образом не так то это просто вот это все проходить ну вот эти грехи то но грехов у нас много у меня особенно что за что не возьмешься все до греха все до греха ну ну вас не знаю хотя в общем то это вещь очень интересная грехи и в принципе то из-за грехов то мы все страдаем какая система то система общая грех болезнь и погибель вот мы хотя бы на ошибках других мы можем учиться вот как как погибли вот эти люди то в авиации ансамбль Александрова то есть они до последнего и последние слова у него были матом у летчика то есть мы буквально напичканы вот это сквернословием от сквернословия тоже дух чей дух то у нас как же это русские русские слова а это не русские слова сквернословия никогда на руси не было у меня прабабушка еще говорила что прабабушку выговаривала там людям что же вы такими черными словами ругаетесь на руси сквернословия не было и оно занесено было с востока не принято ну и на западе тоже вот на запад оно не распространилось там ругательство они все какими-то двумя тремя словами там шет шет или там как это а вот и фак фак шет и вот два слова всего и факель шет шет вот и все а других таких которые произносятся и главное что их нам внушили что это русское сквернословие в деревнях раньше не было такого сквернословия оно все привнесено уже при советской власти оно пришло вот таким образом всего доброго избавляясь вся сквернословия от грехов значит и болеть не будем а болеть не будем значит может и не погибнем дай бог всем здоровья и успехов в учебе и и и и